Здравствуйте. Вопрос по крипте. По времени закрытия на Gershkin Coin, на CME закрытие дня идет по закрытию Америки. Закрытие дня на криптобиржах происходит на пару часов позже. Есть предложение, что одни и те же крупные игроки торгуют на фьючерсах и на криптобиржах манипулируют. На ваш взгляд, что важнее фьючерсы на CME или сам биток на криптобиржах? Вы знаете, и то, и то важно, потому что на, на самом деле, на, давайте скажем так, на криптобиржах, конечно, объемы гораздо выше, чем объемы на Чикагской бирже. Я думаю, что надо обязательно смотреть и то, и то, и то, и то будет играть огромную роль. Так, Виктория задает вопрос. Вы сами торгуете на криптобиржах? Если да, то на каких? Окей, отвечаю честно. Я, у меня есть трейдер, который занимается тем, что он, скорее всего, смотрит. Зовут его Сергей. Он смотрит со мной сделки. Я говорю, что нужно купить или что нужно продать. Но я знаком очень хорошо с криптобиржами, знаю, как они устроены. Торгуем мы очень много. У нас даже был вебинар очень сильный. Я даже для иностранцев недавно читал, для очень крупной американской компании, вебинар по криптоинструментам. Торгуем мы абсолютно те же принципы, которые я учу вас. Также вот уровни с минимальными стопами. Торгуем мы абсолютно все. Любые лайткоины, любые монетки и какие. Самое главное, чтобы в инструменте был объем. Александр Хаш, здравствуйте. Вы говорите, что если есть опыт работы на каком-то определенном рынке, то не надо менять инструменты, бежать на американский рынок и т.д. У меня уже есть некоторый опыт работы с плечом на бирже BitMEX 2018 и бирже Binance 2017. После прохождения большой части материала в вашем курсе я вижу уровни на биткоины, Ethereum, Ripple, Binance, Coin. Стоит ли выгонить на рынок Форекс или российский рынок и вообще менять рынок криптовалют? Хочу сосредоточенность на ограниченном числе инструментов, до 5 дней разбираться. Дайте, пожалуйста, совет шеф. Это вопрос Андрей Зелен. Первое. И вы абсолютно правильно сказали. Если у вас получается мой совет один, ничего не надо менять. Я, честно, не большой сторонник, когда вы берете там 1-2 инструмента, это маловато. Но если у вас есть 5-10 инструментов, которые вы торгуете, то я бы ничего не менял. Стоит ли выходить на другие рынки, зачем? Будет ли от этого большой плюс? Скорее всего нет. То есть, если у вас получается торговать и у вас есть результат, неважно это биткоин, Ethereum, Ripple, неважно какой инструмент вы торгуете и у вас, на самом деле, все хорошо. Мой совет один, не меняйте рынок криптовалют. Любой рынок, который дает зарабатывать, это для вас очень хорошо. Поэтому мой совет один, Андрюш, не меняйте. Дон Карлеоне. Александр Михайлович, я нашел тему, которая без просадок дает 22% в месяц на автомате. Вау! Это арбитражный бот, который торгует на криптовалюте, там есть функция автоматического реинвеста. После такого стоит ли рисковать 5 лет от тренинга, где доходность часто бывает меньше или вообще отрицательнее? Ну, Дон Карлеоне, я вам скажу честно, мое личное мнение, что, скорее всего, торгуете либо вы на демо, либо на очень маленьком счету. Я могу вам практически гарантировать, что если вы поднимете объемы до определенных вещей, то арбитражный бот, который вы говорите, торгует на криптовалюте, перестанет давать такую доходность. Я практически могу вам гарантировать. Проверьте просто и увидите, что я прав. Если я торгую не биткоинами, не эфиром, а каким-нибудь альткоином, нужно ли мне при этом следить за графиками биткоина и эфира? Вопрос хороший и да, и нет. Дело в том, что если эфир и биткоин стоят, будем говорить так, в ренче, да, то ответ нет, вам не нужно. Но если на биткоинах или на эфире начинается какое-то сильное движение, обычно это идет с биткоина, и эфир подхватывает его движение, то тогда вращать нужно, потому что любые резкие движения, особенно на битке, они могут обвалить или наоборот резко дать движение. Но, скажу честно, мы практически никогда не смотрим, мы смотрим отдельную монетку, потому что я люблю, что на инструменте была своя собственная игра. Я очень люблю, когда инструмент живет своей собственной жизни, поэтому я стараюсь на поводырей не смотреть. Например, если кто-то другой российский рынок, нужно ли смотреть за нефтью? Ответ да, однозначно. Нужно ли смотреть за РТС? Скорее всего, нет. Олеся Половникова, добрый день. Олеся, здравствуйте, Александр Михайлович. Хочу попросить вас, поблагодарить вас за то, что делитесь секретами трейдинга. Еще интересно было бы узнать, почему вы нигде не упоминаете о рынке криптовалют и применимы ли знания ТА или ФА для рынка криптовалюты? Заранее спасибо за ответ. Ну, вы абсолютно не владеете информацией. Я, да, упоминаю, по понедельникам, даже когда я делаю, рассказываю о рынке Форекс, я рассказываю о биткоине и эфире. Ответ лично для вас. Работает ли технический анализ на рынке криптовалют? Ответ однозначно да. Даже на живых семинарах я выделяю полдня для того, чтобы людям рассказать о рынке Форекс, скажу даже больше. У меня есть специальный файлик криптовалют. Я недавно буквально проводил вебинар именно о криптовалютах. То есть, отвечая на ваш вопрос. Работает ли, будем говорить так, уровневая, моя уровневая интерпретация на рынке криптовалют? Ответ однозначно да. Фундаментальный анализ я на криптовалюте не смотрю, потому что его там нет. Как рассчитывать защитный стоп и люфт на рынке криптовалют, а именно биржа BitMix, пара Bitcoin, Ethereum, брать процентов ТА или есть какие-то посчитанные значения? Только процентов ТТА. Только процентов ТТА. И самое главное, очень правильно рассчитывать ТТА, не беря во внимание большие паранормальные бары. То есть, все те, кто вот у нас, ребята, торгуют криптовалюту, на самом деле, только процент от ТТА, приблизительно там, давайте скажем так, там 6-10 процентов от ТТА стандартного. Это абсолютно нормально. Либо, если вы видите на каких-то коротких таймфреймах очень сильные какие-то базовые уровни, именно на коротких таймфреймах, можно прятаться туда. Потому что если снесет, снесет любой стоп. Но, вот ребята, которые у меня торгуют криптовалюта, у меня довольно-таки, ну, приличные сообщества, которые торгуют криптовалюту. Ну, не в таком проценте, как, конечно, Форекс Америка или российский рынок. Но ребята говорят, что в пределах, там, 1-10 от ТТА, то есть 10 процентов от ТТА. Это абсолютно вменяемая цифра для того, чтобы торговать. Сколько пунктов брать стоп на BTC или Ethereum? На криптовалюте стопы нужно ставить только технические, то есть только за уровни. Просто так брать долларовые какие-то стопы по биткоину или по эфиру абсолютно неправильно. Стопы надо обязательно ставить только за уровни. Так, Павел Шумила задал вопрос. Как рассчитать ЭТАР на крипте, учитывая, что крипта торгуется круглосуточно? Какая точка отсчета? Бывает так, что за ночь цена проходит весь ЭТАР. Как правильно принимать запас хода на текущий день? Ну, давайте, давайте скажем так. Как учитывается ЭТАР? Смотрите, крипта торгуется абсолютно так же, как и торгуется, например, рынок форекс, круглосуточно. Единственное, что суббота и воскресенье рынок форекс закрыт, а крипта и торгуется даже суббота и воскресенье. В таких ситуациях нужно обязательно учитывать, естественно, дневной ЭТАР. Это дневка, которую вы видите на своих графиках. Другого ничего нет. Я вижу абсолютно ту же информацию, которую видите и вы, которую видите и вы. Поэтому, когда я вижу, например, дневной график, я понимаю, что это приблизительно размер ЭТАР. ЭТАР, как я уже сказал, это размер дневного бара, там за последние 5-7 баров, за исключением паранормальных баров. То есть, большие паранормальные бары, как, например, был позавчера и вчера на падении очень сильном, они не учитываются. Поэтому, мой совет один, не учитывайте большие паранормальные бары и маленькие паранормальные бары. Поэтому дневка, это и есть размер на крипте, размер ЭТАР на крипте. Здравствуйте, как рассчитать ЭТАР на биткоины, если каждый третий бар паранормальный? Вопрос хороший. Берите больше баров. Берите в данной ситуации и паранормальные бары, и средние бары, да, и приблизительно посмотрите, сколько будет средних. Но вы должны понимать одну вещь. Если вы взяли за торговлю такого инструмента, как криптовалюта, да, то вы должны понимать, что при торговле криптовалюты это проблема, с которой вы будете связываться и сталкиваться. Поэтому, к сожалению, к сожалению, прям таких супер советов, по сути дела, очень и очень тяжело. Здравствуйте, Сергей Михайлович, такой вопрос. Как вы относитесь к сталпингу на крипторынке на коротких тайм-приемах 5, 15, 30 актуально ли это? Смотрите. Отвечу на этот вопрос. Смотря какие инструменты, да, если это биткоин, ну, думаешь, что нет. Объясню почему. Потому что биткоин очень волатильный инструмент. И на биткоины иногда, если просто пролетит уровень, вы останетесь там без недельной прибыли. Но если это какие-то, например, альты, да, то есть какие-то маленькие монеты, то вполне возможно, что да. Я абсолютно адекватно отношусь к софтскальпингу, принимая его как стиль торговли. Единственное, что вы должны понимать, что, например, скальпер, он не живет очень долгую жизнь, потому что очень тяжело в скальпинге, например, годами скальпировать. Я очень хорошо знаю и в отличных отношениях с великолепными скальперами и великолепным человеком. Это Андрей Берец, живет Андрей в Питере, как бы в отличных отношениях. Это, будем говорить так, бог скальпинга. Но и то, когда мы с ним виделись, по-моему, это был прошлый год, лето, на Дне Петербургского инвестора. И мы, короче, с ним потом пошли в ресторан. И я задал Андрею вопрос. Я говорю, как, послушай, ты же не можешь херачить по тысяче, по полторы тысячи сделать в день. Он говорит, нет, я уже, как бы, ушел от такого тяжелого скальпинга и дошел до, там, до 150, там, от 100 до 150 сделок в день и даже иногда удерживаю позиции. То есть вы по-простому не сможете сильно долго скальпировать, но скальпинг имеет огромный плюс, огромный плюс. Он вас научит дисциплине. Вот это очень-очень важный фактор. Скальпинг вас научит дисциплине. Я хотел попросить АЛГ поторговать биткоином в собственном брокере, я с его комиссиями спредом вместе с другой и обнародую этот результат публике. Я отвечу на вопрос. Дима, первое, я очень не люблю сарказм, честно. Я сам трейдер и сам прекрасно понимаю, что такое спред. Я до этого и ответил. Не торгуйте, если вам не нравятся торговые условия. Торговые условия придуманы не нами. Например, когда, почему вы не пишете, что по евро у нас лучшие спреды в индустрии, потому что у нас лучшие поставщики ликвидности по евро. У нас спреды 0, 15-20 раз в день. Почему вы не написали, а у Герчкинко шикарные спреды по евро. Да, я прекрасно понимаю, что спреды на сегодняшний день по биткоину. Я не заставляю вас торговать биткоином. Я ничего не могу сделать, абсолютно не собираюсь оправдываться по одной простой причине. Мы получаем от поставщика ликвидности котировки и ликвидность по биткоину. Такая, как она есть, мы ее полностью вам транслируем. Когда будут лучше условия, мы с удовольствием обнародуем это на веб-странице. Поэтому еще раз отвечаю на ваш вопрос. Как бы, как я уже сказал, я очень не люблю сарказм. И 1% те условия, которые нам выставляет поставщик ликвидности, мы даем вам. Если вы считаете, что у нас эти условия плохие именно по биткоину, пожалуйста, не торгуйте у нас. Но, как я уже сказал, мы, как компания, очень стараемся для того, чтобы у нас были очень хорошие условия. По 99% инструментов, которые торгуются на сегодняшний день в индустрии, у нас лучшие условия на рынке. Мы смотрим, кто дает хорошие условия, идем к этим ребятам. Вы не забывайте одну вещь, что помимо котировок есть слово ликвидность. И если вам не дадут эту ликвидность, то вы потом будете первым написать опять саркастические упреки, что вот, мне не дали ликвидность. Поэтому котировки отличаются очень сильно от ликвидности. Как я уже сказал, мы работаем над тем, чтобы у нас действительно была хорошая ликвидность.